Субтитры делал DimaTorzok Для латышей Колкас Ракс это край земли Если посмотрите на карту Там где Рижский залив Начинается Где он начинается с Балтийским морем Есть такая острая конечность Самое узкое место Между островом Саарема И материком Ирбинский пролив Это Колкас Ракс Такой как рог Мотоцикл оставил здесь Оставил шлем В магазинчики Надо будет платить за стояночку Но мы с вами пройдемтесь Посмотрим Рига 125 Стокгольм 320 И так дальше Тут надо пешком брать Я здесь уже был Года два назад Что-то улучшили В инфраструктуре Вот я немножко сейчас Нахожусь Под такой печалькой После посещения Мазербы Вот этого Дома Культур ливов Мне действительно Жалко Что Что Ну Их практически Не осталось Пытается Эту культуру Сохранить Люди Энтузиасты Но Если посмотреть Историю То В этом не было Заинтересовано В свое время Наше государство Потому что Еще Ну В конце 19 В начале 20 Века Несколько тысяч Ливов Проживали Вот на этом побережье Кстати Колка тоже считается Ливское побережье 12 деревень И тогда Когда Была инициатива Эти 12 деревень Объединить В один Мовоц Ну уезд Типа Да Административное Образование То Государство Воспрепятствовало Этому Это раз Второе Не разрешало Организовать школы Это 20-е 30-е годы На ливском языке Были энтузиасты Преподаватели Которые На лошадях На повозках Ездили из деревни В деревню Учили детей Но Так было В то время Не только с ливами Так было И с латгальцами Тоже Потому что Ну Такая политика была Государство Они не приветствовали Они Какие-то такие Отдельные Направления Как бы назвать правильно Чтобы не обидеть Никого Деятельности Вот Поэтому С ливами Конечно Все печально Есть у них Там Эти все Фестивали Песни И так дальше Но Наша Надежда Встретить Хоть одного Лива Живого Не оправдалась Да Какие-то потомки Родственники Есть Которые Знают песни Стихи Но вот Настоящего Лива Который Может говорить Спокойно На ливском языке К сожалению Последняя женщина Которая была Носительницей Этого языка Она недавно умерла Здесь все Может где-то В других местах Есть Еще ливы Но Не знаю Ладно Про ливов Потом еще раз Поговорим Мы приехали в Колку Чем Колка Знаменита Ну скажем так Что В советское время Тут конечно Вот Начиная с 39 Года И по 94 Когда вывели Уже Российскую армию Тут такая Запретная Зона Была Комендантский Час Нельзя было Ходить Ночью На пляж Все дела Пограничники Укрепрайоны Ракеты ПВО Локаторы И все дела И только После 94 Года Большинство Зрителей Жителей Смогли Уже Посещать Вот этот Регион Латвии Который Довольно Интересный Давайте Пройдемте Дальше И посмотрим Чем он Интересен Ну тут Инфраструктура Хорошо Развита Вот Памятник Написано Юра Спанем Тайм Это Тем Кого Забрало Море Ну я Ну я Не буду Проходить Сквозь Эти Ворота Чтоб Меня море Не забрало А мы С вами Идемте На На саму Острую Оконечность Туда Можно Пойти Пешком Прогуляться Приезжу Така Ну это Сосновая Тропа А вот Колка Сракс Что-то Больше камней Было По-моему В прошлый раз Я тут Приезжал Можно было Залезть На какие-то Развалины Вот Идея Какая Смотрите Да Вот слева Куда я Сейчас Камеру Наблюдаю Это Балтийское Море А вот Справа Вот Там Где эти камни Проверьте Камней Это Рижский Залив Подойдем Ближе Поснимаем Ну вот Друзья Мы Находимся Место Называется Колка Сракс Это Такой Остроконечный Рог Начала Рижского Залива Вот Направо Где сейчас Я снимаю Рижский Залив Идет Да Дальше Я веду Камеру И Вот там Вдалеке Маяк Сейчас Приблизим Вот там Посередине Видите Да Вот в ту сторону Уже Эстонский Остров Сарема Через 30 Километров Примерно Ну не знаю Плюс-минус Да Может Я ошибаюсь Это самое Узкое место В проливе Пролив Называется Ирбинский И Слева Вот слева Туда Это уже Море идет Это уже Морское побережье Обычно Всегда Вода Холоднее В море В Рижском Заливе Теплее Вот сейчас Не видно Раньше Было так Когда я Подъезжал Помню Вот Как будто Такая Полоска Вот слева Такая вода Зеленоватая А в заливе Темно-синяя Не знаю Ну цвет воды Менялся Сейчас Сейчас Это незаметно Слева Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья мои, мы находимся уже на берегу Рижского залива, доехали с Венспилса до Колки и сейчас начинаем спускаться вниз в сторону Риги, вот и тут на побережье до Юрмала есть несколько городков небольших, в прошлом они славны тем, что тут было много рыболовецких колхозов, сейчас видите какие-то есть еще, вот сейчас мы находимся в Рое, какое-то судно мы видим там сзади меня, да, но в принципе яхт больше, чем рыболовецких траулеров, вот, я остановился и булки размять, мне еще более 100 километров ехать, Ну что, посмотрим на чаек, посмотрим на корабли И поедем дальше Субтитры сделал DimaTorzok Дидам, 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 дидам Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вы видите, тут тоже бывший рыболовецкий колхоз Здесь, кстати, в Энгуре очень классный пляж есть Я на дроне рыдал, видел, вон, ребята играют в волейбол То есть, кто по этой дороге едет, рекомендую остановиться и искупаться Мамы молодые! Мамы молодые! Такой приятный городишко! Я тут походил, попросил, мне понравилось! Мамы молодые! Мамы молодые! Друзья мои, въезд в Юр малуплатный, но для вас я готов заплатить 2 евро, чтобы проехать! Вот так стоит билетик! Сегодня до 12, но просто проедем Юрмалу! Так, не забудьте чек! Не забыли? Не забыли! Все! Хотел просто вам показать, как Юрмала выглядит летом! Ну, сейчас, конечно, нет столько туристов, как раньше было, но все равно общее представление получите! Вот это план Юрмалы! Видите, она длинная такая, как колбаса вдоль моря! Длинная довольно! Длинную! А теперь в следующем году! Ваши! Ваши! Трубал! Ну! Ваши! 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 Ну вот так выглядят окраины Юрмалы, это типичные такие деревянные дачи, да, но сейчас уже, конечно, застроили много домов, но в основном были вот такие деревянные дачи на окраинах. В центре там немножко по-другому. Очень много сосен и такой воздух очень приятный, свежий. Даже церковь есть православная. Субтитры добавил DimaTorzok Вот с этого места и туда начинается центральная пешеходная улица Юрмалы, называется Йомас. Когда-то все знаменитости по ней гуляли, видите, вот туда уходит улица. Это еще советские санатории. Ну вот типичные дачи деревянные. Это уже более современные здания. Не хочу к брату с пустыми руками ехать, надо купить что-нибудь. Заедем в магазин. Ну что, мы выезжаем в сторону Риги. Специально поедем по трассе Юрмальской. Считается одна самая лучшая, ну, по качеству и самая скоростная. Прокатимся с ветерком. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Тут есть дачный кооператив и у брата здесь дача. Ночевать будем здесь. Субтитры добавил DimaTorzok Давай коровушка беременная. Айвар! Ну вот, это дача брата, это его небольшая банька. Это идет белая дюна. И вот там, где солнце светит, там начинается речка Льялупе. Я вам покажу. Здравствуй, брат! Здравствуй! О-о-о-о! Зергу, сразу границу открыта. Граница открыта. Лодки попьем. Попьем я. Только немного. В баню сходим. В баню сходим. Баня уже греется. Блин, не идет. Можно баню посмотреть сразу. Идем баню посмотрим сразу. Мне надо запарковать мотоцикл. Он так не... Разберемся. Главное парковка. Вот такая лепота у брата. Дача возле Белой дюны. Эй, да он сходить стал. Я. Вот там, как. Рызает с Балтого капу. Он месту летит, а мы перьем. Сейчас в баню пойдем. Я. Пойдем в баню. Кто не понимает? Кто не понимает? Эх, товарищи, товарищи. Товарищи. Слишком много людей еще не понимает латышеского языка. Брат. Брат заставляет меня искупаться в холодной воде. Ё. Он говорит, что в туче отопление. Не. Ой, освежает. Освежает. Что-то не холодно, брат. Побежали в баню, быстрее. Скажи про баню. Почему вот у нее такое оформление? Что это значит? Символ. Вет-то его. Вет-то его. Вет-то его. Грабли. По-русски. Ага. Значит, деда остался. Грабли. Коса. Топор деда. Пила деда осталась. Самый день мото-путешествия оказаться в бане. И в бане с братом. Это супер просто. Все. Не могу этой камерой много снимать. Я боюсь, что она испортится. Ну что, попарились. Теперь надо попить. Не, не попить, а откушать. Откушать. Водочки.